ВЕСТИ КАБАДИНА БАЛКАРИЯ Петрушка была педагогом, мама всю жизнь мечтала стать, и я уже продолжила ее путь. И весьма успешно. В Нальчике завершился городской утап конкурса «Учитель года». Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Марионетки, петрушки и даже знаменитая Барби. Сегодня их создатели отмечают свой профессиональный праздник. Количество жалоб, отбывающих срок в исправительных колониях на территории республики сократилось. Таков вывод комиссии по правам человека при главе КБР, очередное заседание которой прошло сегодня в Доме правительства. Говорили о результатах мониторинга некоторых исправительных учреждений республиканского УФСИН. По словам члена комиссии Асхада Зумакулова, был произведен обход жилой и промышленной территории коммунально-бытовых помещений, проверено материально-бытовое обеспечение, организация питания и медобслуживание осужденных. Условия содержания спецконтингента получили положительную оценку. Отмечено также, что с приходом нового руководства в управление принимаются меры по недопущению грубого отношения сотрудников к подозреваемым и обвиняемым. Работа управления Федеральной службой исполнения наказаний, это правда, значительно улучшилась. По сравнению, мы уже, наверное, пятый раз проверяем, ну, в разных колониях, но здесь, как минимум, это основные колонии, первая и третья. Улучшение, это однозначно есть, этому действительно рады. Но, тем не менее, проблемы есть, они отражены у нас в протоколе. Это, прежде всего, обешавшая инженерная инфраструктура, колонии старые, постройки еще советских времен. Ремонт сетей уже нецелесообразен, нужна замена, считают члены комиссии. Также на заседании рассмотрены обращения граждан по компенсационным выплатам реабилитированным лицам. В отношении одного из жителей Баксаны принято положительное решение. За нанесенный материальный ущерб в годы политических репрессий он получит 10 тысяч рублей. А тем временем, Верховный суд Габардино-Балкарии сегодня продлил на три месяца срок содержания под сражей 53-м подсудимым по делу о нападении на Нальчик в октябре 2005-го, сообщают РИА Новости. Еще четверо остались под подпиской о невыезде. С ходатайством об изменении меры пресечения на более мягкую ранее выступили адвокаты подсудимых. Однако сторона обвинения настаивала на продлении ареста. Напомню, рассмотрение уголовного дела по нападению на Нальчик началось 4 года назад в марте. Перед судом первоначально предстали 58 фигурантов, каждому из которых инкриминируется более 10 преступлений, в том числе терроризм, бандитизм, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь силовиков. К другим темам. В республике началась регистрация участников всекавказского молодежного лагеря «Машук-2013». Об этом сегодня на пресс-конференции для журналистов заявили в дирекции форума. Нововведений много, для КБР квота осталось прежней – 240 человек. Однако впервые с этого года начинает работать рекрутинговый прием. Что это значит, расскажет Жанна Гуляева. Мне подсказывают, что материал готовится к эфиру. Мы к этой теме вернемся позже. Сегодня же во втором лице Иначека прошел финал городского этапа конкурса «Учитель года» в течение полутора месяцев. Среди всех претендентов жюри выбирало самых лучших. Знать свой предмет на высшем уровне для этого мало. Педагогам надо обладать организаторскими способностями и уметь сориентироваться в любой ситуации, коих во время урока может быть множество. Кроме того, надо уметь находить общий язык с каждым учеником. Как они справились с заданиями, узнавала наш корреспондент Нуржан Кубадиева. 27 учителей городских школ приняли участие в конкурсе. Среди них те, чьи ученики завоевывают призовые места на Олимпиадах, занимаются творчеством и общественной деятельностью. Полтора месяца шла напряженная работа. Педагоги соревновались в нескольких турах и представили на суд жюри самопрезентации, открытые уроки, мастер-классы, лекции, варианты проведения классных часов и родительских собраний. И вот победитель, учитель русского языка и литературы 11-й Нальчикской школы, потомственный педагог Зарина Шурдумова. Можно назвать профессию династии. У нас как и бабушка была педагогом, мама всю жизнь мечтала стать. И я уже продолжила ее путь. Не считаю ошибочным. Мне нравится общение с детьми. Это для меня удовольствие. Мы с ними легко очень находим общий язык. Педагогическое сообщество города отметило, что в образовательных учреждениях стало больше молодых лиц. И если несколько лет назад не каждый выпускник вуза охотно шел работать в школу, то в последние годы ситуация изменилась. Артур Киртиев 8 лет преподает истории и общество знания в 20-й школе. Главное, надо всегда двигаться вперед, говорит он. Надо постоянно работать над собой. Нельзя остаться на уровне «я учитель, я все знаю». Вот я вам отдам, выберите. Нет, надо еще спрашивать, что они хотят. Исходя из этого, уже совершенствоваться самому, чтобы дать больше им. Финал конкурса проходил во втором городском лицее. Победители и участники получили грамоты и подарки от спонсоров. Нуржан Кубадива, Анзор Кашироков, Вести, Кабардино-Балкария. А в Институте повышения квалификации учителей сегодня говорили о роли иностранных языков в образовании. Участие в семинаре приняли педагоги из всех школ республики. Если изучение английского в учебных заведениях идет планово, отметила в своем докладе институт методисты ИПК Валентина Боручева, то немецкий, французский и испанский преподают далеко не везде. Меж тем практика показывает, что именно обязательное знание иностранных языков наряду с основной профессией открывают возможность получения престижной работы. Эту идею надо донести до молодежи, причем начинать не со школьной скайми, а гораздо раньше, с детского сада. Тем более, что методы преподавания сейчас кардинально изменились. Можно использовать игровую форму, рисование, пение. Насколько это эффективно, участники семинара смогут увидеть уже завтра на фестивале «Мир без границ». В Нальчике сегодня стартовали курсы учителей в рамках федерального проекта «Доступная среда». Республика участвует в нем уже третий год. Определены 10 общеобразовательных школ, в которых будут заниматься дети с ограниченными возможностями здоровья. Модернизировать образование мало, отметил в своем приветствии директор научно-исследовательского центра «Социальная защита детей и молодежи» Борис Користелев. Надо в первую очередь модернизировать педагогов. Преподаватели общеобразовательных школ не учили, как надо заниматься с детьми-инвалидами. Их нужно психологически к этому готовить, менять нужное и понимание доступной среды в обществе. Чаще всего под ее организацией подразумевают установку пандусов, кабинетов для релаксации, тогда как начинать надо с организации рабочего места учителя. Это обеспечить максимальный контакт ребенка-инвалида с преподавателем и с окружающими его сверстниками. С нормальными сверстниками. Почему? Потому что необходимо декомпенсировать его недостатки. Если он глухой или слабослышащий, значит мы должны поставить соответствующее оборудование, которое позволяет иметь контакт с преподавателем. При этом учителя не должны забывать об остальных ребятах в классе, подчеркивают участники семинара. В течение недели с ними будут работать профессоры Государственного университета имени Шолохова, а также представители Международной ассоциации верботонального метода. В Приэльбрусе, в поселке Тирскол, сегодня стартовал седьмой этап Кубка России по горнолыжному спорту. Соревнования будут проходить в течение нескольких дней по слалому и слалому гиганту. Первые спуски начались уже утром от станции Кругозор, а на поляне Азавы встречает наш корреспондент Осман Казаков. И сейчас по телефону он нам сообщит самые свежие новости. Осман, тебе слово. Альберт, здравствуйте. Не знаю, насколько качественную картинку вы получаете, но, как видите, погода здесь прекрасна и соответствует как раз проведению именно таких соревнований. Сегодня на старт вышли мужчины. Всего их более 30. Женщины вступят в борьбу за золото только завтра, так как прибыли еще не все участницы. Что касается качества трассы, то оно на высшем уровне, отметили судьи. После первых заездов здесь же на поляне Азав состоялось торжественное открытие соревнований. Гостей и участников приветствовал министр спорта и туризма КБ Раслана Фаунов. Кстати, в этот раз специально для туристов оставили отдельную дорожку, а также стоимость подъема на канатках ниже в два раза, чем обычно. По завершению всех заездов состоится пресс-конференция. Хотелось бы отметить, что наряду с этапом Кубка России здесь проходит первенство и чемпионат страны по горнолыжному спорту среди глухих. На этом у меня пока все. Альберт. Ибо на телефонной связи со студией был наш корреспондент Осман Казаков из Прильбрусия. Переходим к другим темам. Они появились едва ли не вместе с человеком. Историки говорят, что царица Клеопатра испытывала к ним слабость, а девушки Древнего Рима приносили на алтарь храма Венеры. Речь идет о куклах. Сегодня они уже не выполняют ритуальные роли, теперь это детская игрушка, театральный реквизит и даже произведение искусства. Те, кто творит их своими руками, сегодня отмечают профессиональный праздник – День кукольника. Моя коллега Наталья Юсупова встретилась с некоторыми из них. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Ширма сказочных персонажей и шквал детских эмоций. Кабардино-Балкарский театр кукол работает для маленьких зрителей на очередной площадке. Гастролировать по чужим подмосткам артисты привыкли. Своего зала нет уже полтора десятка лет. Коллектив ютится в нескольких тесных помещениях, здание, возраст которого перевалил за век. Но главное – сердце театра. Цех, где появляются персонажи для новых спектаклей, сохранить удалось. Театральные куклы рождаются здесь, в мастерской. От вот таких вот болванок – из папье-маше, пакли, ткани и поролона до готовых образов. Но самое интересное начинается за театральной ширмой. Когда куклу достают из ящика, открывается занавес и персонаж оживает. Куклы Имары Акизовой иного рода. Утонченные, прорисованные в деталях. Первую художница создала лет 20 назад. Сначала, как говорит сама, было баловство. Хотела порадовать дочь, затем творила для друзей. Для персональной выставки созрела только сейчас. Увидеть «Белый ветер» – так называется кукольная экспозиция. Сегодня можно в арт-центре Мадины Саральп. Каждая мини-скульптура здесь со своей историей и микромиром. Уже не игра, искусство. В каждой деревне есть свой сумасшедший, свой кулибин. Сумасшедший в хорошем смысле слова, который не похож на других, который постоянно изобретает. Они обычно люди, которые с детства западают в душу, в сердце, и ты как бы с их образом продолжаешь жить и дальше. Вот такой типаж. А все остальные – это как бы отражение таких сиюминутных настроений. Шестиклассница Аня в прикладном искусстве новичок. В куклы девочка уже не играет, она их творит. 10-15 минут – и чулок, набитый синтепоном, преображается на глазах. По форме можно уже представить, какое лицо будет, какой формы, кто это будет. Дедушка, бабушка, может быть, молодой какой-то человек. Аня уже лауреат всероссийского конкурса. Третье место ей принесли казак с казачкой, колоритные Петро и Галина. Едва освоив чулочную технику, юная мастерица хочет попробовать и что-то новое. Когда мы были на конкурсе, делали из бумаги, как по пимаше, по форме. Мне тоже понравилось, интересные работы были. Можно даже покупать готовое лицо и просто его разукрашивать, и делать костюм, основу и все остальное. Ну, самое, наверное, интереснее. Пока же девочка работает над персонажем для новой постановки школьного кружка кукол. Репертуар обновляется нечасто, но с появлением своей мастерской дело пошло. В афише старшего собрата Республиканского театра сегодня 12 сказок. Их может быть гораздо больше, если будет сцена. Со сценой это вообще проблема номер один. Строятся трехзальные помещения для трех театров. Когда эта строительство закончится, видимо, наверное, и наш вопрос будет решен. Такие разные люди и куклы тоже разные, объединенные общим делом и философией, игры и взросления. Наталья Юсупова, Асламур Захандухов, Азамат Табухов, Вести Кабардино-Балкария. Пока это все. Следующий выпуск программы Вести Кабардино-Балкария в 17.30. До встречи.